Привет котусики! Ну что, пришла пора покрасить брови! Короче, пришла пора покрасить брови. Вот, будем сейчас этим заниматься. Слушайте, у меня вот этот мой дисплейчик можно использовать как зеркало. Я вспоминаю сразу прелестную Наташеньку, которая мне сделала такие чудесные брови в гуа. Моя кисонька. Это отрывок из моего любимого видео. Не знаю, как получится. Конечно, я надеюсь, что все будет хорошо. Мне очень ярко. Может, ресницы покрасить? Что думаете? Ой, ой, ой. Ой, ой, волос, уходи. Ты не нужно, чтоб красился. Чернобровая буду я. Прикиньте, вот если с такими черными бровями. Ой, 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 девушки. Ну что-то вот мне захотелось. Я знаю, что мне еще захотелось. Это маленький секрет. Но, может быть, тоже сейчас это. Сейчас сделаем. Нет, чуть попозже. Надо, чтоб брови высохли. Как в зеркало. Можно в камеру смотреть. Блин, если бы у меня реально были такие брови, я не знаю. Как бы я жила. Взбрила бы, может. Ну, у меня там еще пудровые, получается, бровки уже. Все равно бы что-то было видно. Так, аккуратненько надо, чтобы было красиво. Мне кажется, это шире, чем вот это. Подправим это. Тут просто на этой красочке сказано, что надо держать ее минут 20. Я думаю, блин, это что-то так... Не много ли? Ну, как обычно, наверное, краску тоже. Опять заиграла песня. Та-ты-ры-ты-ры-ты. Та-ты-ры-ты-ры-ты-ры. У-ля-ля, у-ля-ля. Ну, и что, реснички давайте тоже. Не хай будет. Есть какая разница? это ощущение похоже на птичку Angry Birds ой ладно но это ненадолго пока жду брови сделаю завтрак кофточка макарошки свои морепродуктами портлетку пропало молоко представляете без лактозы и опять полезли прыщи интересно в индии будет молоко без лактозы или нет я вот не помню посмотрим поищем вашу здоровьечку я сегодня кстати наконец-то спала хорошо чувствую что отдохнула а то прям как-то реально последние дни что-то было тревожно но сейчас мне уже поспокойнее сегодня на самом деле много всяких делишек так что скоро отправимся я волнуюсь немного перед тем как смывать и увидеть это что это будет так я думаю что но водой нормально это типа краска без аммиалка но вроде все смыло не пойму есть разница или нет как думаете надо посмотреть видео какая там на свет непонятно это кстати тоже пары щеблеха на брови вывлез но может что-то изменилось я пока не могу понять ладно посмотрим как он там это но вроде видно главное чтобы было видно брови есть а то реально я говорю я стрела какие-то свои и вот из старых видео там где я еще не красила брови вообще ничего не видно как будто я без бровей на камере но они-то были но как будто бы и не было и это было как-то стрёмно чтобы детятка не тешилась как говорится да не на вроде ничего так может еще проявится соня с нами кушала совершенно случайно сегодня на спотифае обнаружила книгу тонкое искусство пофигизма решила ее начать слушать я прям слушаю вот это идеи там даже про буду была история то что надо но там так интересно прям такой глубокий смысл закладывается вот особенно мне понравилось про то что уход от борьбы он не дает этого облегчения то есть но все равно чтобы чтобы добиться каких-то результатов нужно за них бороться а я постоянно убегала от борьбы мне это так мне не хочу мне не нравится сейчас заслушаю меня как будто знаете как перещелкивает что-то в голове и по сути по сути то я боролась да за свои какие-то тоже результаты что-то пробовала предпринимала там даже интересно про неудачи сказано что это как будто бы осуждается в обществе это неправильно у всех должно быть всегда все в порядке как будто бы все стремимся быть счастливыми но это же невозможно на то есть всегда но и всегда есть какие-то трудности всегда есть какие-то проблемы которые мы должны преодолевать если мы не преодолеваем ну значит все грусть тоска депрессия но у меня еще какой-то сумбурсумбурыч я еще пытаюсь все как-то это переосмыслить но мне очень рада буду слушать дальше там 5 часов просто интересно что она была на спотифай она вот так вот случайно не случайно ворвалась в мою жизнь это видимо после вчерашней игры мир мирам очень круто рекомендую можете тоже послушать или поделитесь мыслями кто слушал или читал как вам эта книга ну я прям вообще значит так забавно автор пишет ну и там читают получается реально интересно а вот эта мысль знаете вот она просто из вчерашнего тоже прям вот такая прошла и такая и это про меня что я как будто бы я хочу какого-то определенного результата допустим переезд на бали но из-за того что я ухожу избегаю борьбы какой-то до каких-то сильных ограничений и я у меня нет ощущения ценности процесса достижения этого результата я как будто бы его обесцениваю уже наперед типа да все фигня чё там стараться что но все предпринятые попытки в прошлом я их обесцениваю соответственно обесцениваются и предстоящие попытки в том числе это типа да ни к чему это не приведет ничего не получится из-за того что я не люблю процесс мне он кажется каким-то болючим каким-то знаете энергозатратным соответственно я не хочу и результата уже тогда получается без любви к процессу не получится насладиться вот этим результатом но даже если я к нему приду я такая приду только у меня просто часто такое было ну добиваешься приходишь какой-то цели вот ее достиг и такой ну и хули ну и чё ну вот я пришел это проще блин мы вчера тоже просто на игре про это разговаривали как придать вот этой ценности своему пути который ты идешь не обесценивать его все свои действия и кажется я начинаю понимать выход выход из этого замкнутого круга рекомендую реально я рекомендую поиграть в эту игру найти проводника своего или вот можно к нине пойти если кому нужен будет контакты пожалуйста а я дам это просто фантастика ну вот она мне писала что будет распаковка еще тоже месяц-два будет накрывать осознаниями останется только это все закрепить на материи какие-то действия ну какие-то действия предпринимать чтобы чтобы осознание прямо вот если они приходят до проводить их закреплять делюсь с вами дорогие мои что тут происходит на то вообще что-то что-то очень интересное может кому-то что-то непонятно и если вам будет непонятно и попробую объяснить или кто-то может уже прошел этот этап тоже очень круто если вы уже цените свой путь не только результаты достижения это очень радостно но у меня вот так это тоже круто и я начинаю это ценить вот прямо сейчас прямо в этом моменте мы вот так лаки выпрашивают кота баюна ты как нормально тебе да сейчас попьем и вроде как не нравится но вот ну ну вроде как и просит чизь моя сладкая дальше сейчас зальем дозу кто там хотел чтобы я это в новую курточку приоделась пожалуйста меха царские ой сломался бляха замок в моей серой куртки прошлось достать из-за кромов вот эту пальтишку не очень его люблю моим тем старым курточку чтобы лабая что серая они такие старые сетка подумал когда их там покупала лет десять наверно назад это пальчишко помоложе будет но я думала я в него не влезу думал он будет маленькая но вроде нормально со свитером хорошо сегодня у нас уже минус 3 снега как не было так и нет что что будешь делать я просто те курточки любну в серую по крайней мере люблю больше потому что она такая знаете свободненькая не сковывает движение а это прям такая полотненькая скажем так да мне тут пару дней только походить уже потом приеду разберусь там с этим замком и впрочем я вот дома брать мне что-то не брать из теплых вещей в индию вот мы-то вроде в тепло поедем но мало ли каким-то городом занесет а в горах то знаете прохладненько я помню когда с бали возвращались через деле в каком месте феврале по-моему я вообще не ожидала что будет так холодно вообще очень сильно замерзла при том что я была но у меня байка была по жилетка моя теплая там укуталась как могла такой цуцик прям вообще и самом деле было холодно и в поезде пока мы где-то может до середины где-то не доехали а как мы ехали куда мы ехали а мы сделали ехали в гуа как раз таки футы ноуты было конечно да и вот так вот оказывается и бывает речь из пока вся в раздумьях при том что я кое-что повыкидываю там байку свою вот эту вот лососевую я уже потом все хватит мне так надоело уже тоже она старая лет десять хочется что-то новенькое так глаза замусолила но она классная и видим видно что это вещь фирменная потому что за 10 лет вот она только недавно у меня какая-то дырка на рукаве это я наверное зацепилась что дырка это появилась на локте на локте на локте а вот эти вот манжетики вообще с ними ничего не стало очень крутой материал конверс фантастика если где-то встречу я еще себе конверса куплю маечка моя тоже вот черная в которой я хожу тоже чуть-чуть только дырочка там появилась и все ткань классная качество что это американское че какое не ну шьют там уже где-то в китае но все равно где-то что не ткань то это берут как то что они и делают производят потом вам можно носить так долго мне они все так вещи носятся некоторая ну прям поносил пару лет и все и до свидания ну я вроде аккуратно ношу мне есть такие знаете вещи вот купил и влюбился и носишь и носишь пока пока не сносишь я не могу сказать про себя что я прям но страдаю сильно каким-то вещизмом шапоголизмом мне все же прям вещь нравится то я буду только ей в ней ходить вот такой вот я консерватор трохи в одежде но новенько тоже люблю пойдем на путем вроде ветра нету хорошо все осталось совсем чуть-чуть до отъезда последние последние штришочки приготовления сейчас зайду на рынок все-таки куплю яиц хочу себе приготовить чек-чек первый раз буду готовить не знаю что получится ну надеюсь что не получится а потом зайду к папулечке мне там писали из последнего видео папа надо постричь я в целом согласна но я не могу навязывать папе ни свое мнение ни чужое но он мне сам попросил я хочу чтобы ты меня постригла раз папа хочет значит что-то можно с этим сделать без папиного желания но как бы да бесполезно вообще что-то на самом деле говорит потому что вот у папы у него уши ну не то чтобы больные но беспокоит об этом говорит я тогда да папа пора бы к врачу а он чё ты ничего у него он еще где-то в молодости где-то на морозе их отморозил причем но несознательно когда-то его там отправили кто-то он поехал и там резко наступили холода и вот такую погоду без шапки замерз и с тех пор вот уши беспокоит и он как-то их лечит что-то с этим делает но видим но видимо как-то не до конца пролечивает или что или почему так происходит я ему говорю сходи ты сходи к врачу клору уже ж может какие-то новые методы там появились может какие-то другие лекарства ли что ну что вы думаете но ни в какую или да да конечно и все и на этом разговоры заканчивается гриппа она ради меня на сходи нет не хочет я его понимаю на самом деле тоже может быть с какой-то стороны это боязнь что пойти к врачу а там скажут что-нибудь страшное или там ну или скажем они правильно лечить а ты всю жизнь думал что правильно я понимаю это может поколебать фундамент данных на чем стоит уверенность собственной правоте поэтому я не настаиваю как ему удобно жить пусть так живет если удобно чтобы ушки болели ну так я же ничего не могу сделать я могу только что-то вот порекомендовать со своей колокольной и все я же не могу насильно скрутить и к врачу поволочь не могу так дела не делаются я могу только наблюдать дорога белая какая-то непонятная дяденька не холодно ли вам я же мысленно прощаюсь с минском поликлиникой и по лучшими прелестями осенне зимний минск на тепло в курточке хорошо сейчас ветер такой задуманного не продавает нового по 3 30 до 0 до 1 сегодня это хорошо дела все не заканчивают какой дракошина это символ следующего года я немножко потерялась наверное а это что получается да после года дракона будет мой год год змеи класс вот это да кусочек вечернего минска для вас уставшая супружеская пара и ребятенки с киоском вот такой у меня сегодня лучок ну ничего нормально сойдет красота красота город живет я не знаю он наверное конечно не такой как в москве ну по крайней мере я не припомню чтобы там были какие-то супер модные бутики 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 я не помню как правильно произносить но не бутики как-то по-другому надо бог с ним как я все пытаюсь осознать что скоро я попрощаюсь помашу ручкой минску совсем чуть-чуть осталось а бю-бю бю после киа потерял свой хвостик короче все-таки фиганула себе тёлку думала думал от последние пару недель и все-таки я ее сделала чисто так криво может быть но пофигу не нравится я люблю вот так чтобы такой косой был меня не устроил все-таки цвет моих бровей потому что мне показалось как-то светло и я их еще еще раз намазала уже полчаса подождала пока пройдет и я смотрю вот теперь я довольна еще тёлка тоже намазала трохи остатками чтобы знаете в это коррелировалось там между собой чтобы и тёлка и брови хорошо смотрелись вместе в целом хорошо мне нравится сам себе парикмахер называется но она еще уляжется конечно еще после этого после мытья думаю нормально должно быть класс дома естественный цвет волос как там было блондинка красный или курица крашен как там был в этом фильм не вот тут это у меня кстати вот но на концах уже отросшие окрашенная полета жизни сравнить вот с корнями я иногда спрашивают натуральный вот русы этому натуральный я не очень люблю кто что он какой-то машины по моему скромному мнению ну да ладно все иду отдыхать я какая-то это сонная сижу сейчас 9 вечера чувствую что клюю носом пора спать пора спать и отдыхать набираться сил завтра уже наверно начну собирать чемодан наконец-то наконец-то или послезавтра когда у меня там время будет это у меня опять какие-то разъезды туда-сюда что надо все еще делать в общем приступаем приступаем к сборке а пока я с вами прощаю дорогие мои шли вам лучики добра и любви все люблю цену обнимаю до новых встреч до завтра скорее всего пока пока пока